всем привет сегодня приготовим вкусные сочные мягкие котлетки приступим и нам понадобится мясо 500 грамм говядины 500 грамм свинины 200 грамм лука 50 грамм чеснока пара яиц 100 грамм картошки 50 грамм сухарей 100 грамм молока соль 7 грамм перец 3 грамма для жарки 15-20 грамм растительного масла и для сервировки возьмем немного черри огурец и соевый соус м Продолжение следует... Приступим к приготовлению фарша. Для этого нам потребуется мясорубка, порезанное мясо, а также мы пропустим чеснок и лук. Продолжение следует... Теперь берем сухарики и заливаем их молоком. Пусть они немножко постоят, мы в это время достанем блендер, перемешиваем их в однородную массу. Теперь сюда же отправляем 2 яйца. Картошку натираем на самой мелкой терке. Такая терка не подойдет, исключительно вот эти вот пупырышки. Готово! Картошечку потерли, смешиваем 2 массы и туда же отправляем соль, перец. Осталось хорошенько-хорошенько всю эту массу промять, промассировать. Можете за это время спеть пару песенок, потому что чем дольше вы мнете массу, перемешиваете, самое главное с любовью, тем вкуснее, пышнее будут ваши котлетки. Музыка Музыка Почему фарш нужно мешать 10 минут? Потому что он будет хорошо перемешан, соль разойдется, перец равномерно распределится, так же как и влага, и котлетки будут очень сочными и вкусными. Вы вот можете подумать, что я сюда напихала просто все, что нашла в холодильнике. Ничего подобного, каждый ингредиент обоснован. Например, яйца связывают фарш, связывают нашу котлетную массу в плотную структуру и не дают котлеткам разваливаться. Молоко дает сочность котлетам, сухари и картошка дают красивую зажаристую хрустящую корочку. Так что здесь каждый ингредиент на своем месте. Но вы помимо этого можете также добавить сладкую паприку, немного мускатного ореха. Так же сюда подойдет зира или просто набор любимых специй. И в итоге мы получили из этого количества продуктов 15 замечательных 100-120 граммовых котлет. Половину можно убрать в морозилку на запас, а половину мы сейчас пожарим. На раскаленную сковородку выливаем масло и выкладываем котлетки. Прошло около 3 минут. И сейчас, чтобы котлетки были точно прожарены внутри, добавим немного воды. И так они у нас постоят еще около 5-7 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Пробуем, что у нас получилось. Посмотрите, какие они мягкие и как из них сочится сок. котлетки мягкие сочные нежные замечательно подойдут для гамбургеров очень вам советую попробовать до новых встреч понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал пока пока а